Итак, друзья, новые фишки Mi Band 2, о которых вы могли не знать. Вторая часть видео. Сейчас вам все расскажу, как их включить, как настроить, потому что они работают не у всех. Но... О, это новая фишка, также сейчас расскажу. Но после этого видео они у вас также заработают, так что смотрим внимательно. И не забываем заходить в наши группы ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Телеграм, где товары после обзоров продаются по ценам ниже, чем в Китае. Короче, кто успел, тот купил. Все ссылки в описании. Ну, вкратце, если в двух словах, да, что было сделано еще в первом обновлении. Значит, самое главное, это у нас, друзья, уведомление о входящем звонке имени и номере входящего звонка на вашем браслете. Не только иконочка, да, трубки, а сразу же и имя или номер входящего звонка. Та же история касается и СМС. Второе важное обновление, это у нас, друзья, иконки приложений. Каждое приложение имеет свою собственную иконку. ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Скайп, Телег... Ну, короче, любое приложение имеет свою собственную иконку. И по умолчанию вы можете выставить не только пять, да, приложений, которые будут выводиться на ваш браслет, а сразу же двадцать. И это, кстати, еще даже не предел. Следующее важное обновление, это задержка уведомлений на ваш браслет. По умолчанию она стоит где-то три секунды или пять, я даже уже не помню. То есть, когда кто-то вам звонит на смартфон, вам уведомление на ваш браслет приходит с задержкой где-то в три секунды. С новой прошивкой это все можете выставить даже с первой секунды. Ну, и еще важное обновление, конечно же, для спортсменов, это русская озвучка в режиме бег. Вот, к примеру, смотрите, нажимаем старт, далее, и... Начало бега. Начало бега. Все, пошло. Здесь в реальном времени мониторинг пульса, дистанция, здесь скорость. Делаем паузу. Бег приостановлен. Далее. Побежали. Пауза. Бег приостановлен. И готово. Так, ну эти все фишки это еще с первых обновлений. А у нас уже есть новые обновы, и что здесь нового? Вот, смотрите. Если зайти в вызовы, здесь у нас есть задержка уведомлений. И сейчас мы можем выставить уже не с первой, там, второй или третьей секунды, а сразу же с нуля секунд. Даже еще улучшили эту функцию. Следующее это касается самих приложений. В прошлой версии мы могли добавить 20 приложений, которые будут выводиться на наш браслет. Здесь же можем добавить все, что здесь есть в списке. Ну, я, конечно, это все не проверял, но вроде как бы такая возможность присутствует. Также еще добавлено уведомление на сам браслет о разрыве соединения между браслетом и самим смартфоном. То есть приходит специальное уведомление, иконка о разрыве по блютузу. Ну, если будет, я вам покажу, как это выглядит. И, что немаловажно, улучшенные шрифты. Допустим, если вам кто-то звонит с русскими буквами, да, русское название, да, у вас здесь на браслете отображаются русские буквы с большими интервалами между букв. Сейчас это все исправлено, интервалы убрали, все слитно, но как и на английские буквы получается, так что все супер. Ну, и самое важное, самое, что мне лично нравится, это, конечно же, наличие русской даты на вашем циферблате. Как это выглядит? Вот так вот, друзья. Как видите, вверху у нас время, а внизу у нас понедельник, 9 октября. И все русскими буквами, все на понятном языке. Ну, и это еще не все. Есть возможность установки некоторых видов циферблатов. Но я вам сейчас покажу 4 вида. Вот, вы сейчас посмотрите. Если будет интересно, пишите в комментариях, сделаем отдельно видеообзор про установку. Главное, на понятном языке, как это все сделать и как это установить. Значит, смотрите, первый вариант. Это у нас циферки идут такие электронные. Ну, вот, в моем варианте это идут такие заукругленные цифры, да, здесь такие уже идут электронные. И сами буквы у нас идут большие. Смотрите, здесь у нас большие и маленькие буквы, здесь у нас полностью большие. И здесь среда только две буквы, а здесь у нас идет по три буквы. Вот, это первый вариант. Это у нас второй вариант, то, что сейчас у меня, да. Третий вариант, друзья, это уже тут циферблат идет как, ну, в таком ретро-стиле, часы Монтана, кто помнит. И это, кстати, уже у нас украинский вариант. Как видите, месяц у нас идет с украинским названием. Но есть такой вариант и для России. Среда у нас большие буквы, а месяц у нас маленькие, да. И вот такой это ретро-циферблат. Это третий. И четвертый вариант, это у нас круглый циферблат и маленькими буквами понедельник и сентябрь. Но циферка большая. Вот, давайте вот так вот. Значит, голосуйте. Это у нас первый вариант. Это у нас второй вариант. Это третий вариант. Такой же есть и русский. И четвертый вариант. Короче, голосуйте. Пишите в комментариях, там, нравится мне первый, или нравится второй, или нравится, там, четвертый и пятый. Голосуйте и сделаем полный обзор с полной установкой вот этих вот циферблатов. Ну, а сейчас делаем установку вот этого циферблата, который у меня. Значит, сразу, если у вас стоит Mi Fit, который вы качали с Google Play, да, вы его сразу же можете удалять, потому что у вас этих функций не будет. При этом отвязывать браслет не надо. Просто берете и удаляете. Если же у вас iPhone, тогда это отдельная инструкция. И все, как скачать на Android и для iOS, все инструкции есть, конечно же, в наших группах ВКонтакте. Как обычно, группа ZBS Китай, кто еще не в теме, ссылка есть также под видео. Заходите с мобильным, потому что это все будете качать на свой мобильный телефон. Здесь открываем, вот, показать информацию. И в разделе ссылок ищем нужную ссылку на скачивание. Для айфонов она будет называться, этот файлик, сейчас вам покажу. Вот, Mi Fit для iOS. Инструкция. Вот это вот вы качаете для айфонов. Для Android у нас есть старая версия, там, Mi Fit 4.2.4. Это с прошлого видео для Android. А обновленная с этого, это уже у нас Mi Fit 3.0.8. ZBS, APK. Вот его вы и качаете. И я сейчас вам покажу. В загрузках она будет вот так вот у вас выглядеть. Нажимаете установить. Ну, я уже его установил. И после чего вы делаете там регистрацию, авторизацию, ну, все как обычно. И заходите в свое приложение Mi Fit. Сейчас покажу. Заходите в свое приложение Mi Fit в раздел уведомления, вызовы. И у вас должна быть новая функция, вот такая, как у меня внизу. Информация о контакте. Это как раз и есть уведомление о номере или телефоне, или имени входящего звонка. И у вас должно быть все, как у меня. Вот такого вот вида. Если же вдруг у вас что-то не заработало, тогда сразу же под этим видео будет первый комментарий. Я его закреплю. И там будут все ответы на ваши вопросы. Так что пробуйте, устанавливайте. Ну, а сейчас конкурс для тех, кто хочет получить абсолютно бесплатно Xiaomi Mi Band 2. Разыграем сразу же три браслета. Будет нас три победителя. И участвуют в конкурсе только подписчики канала ZBS Китай. То есть, если вы подписаны, вы можете участвовать в данном конкурсе. Итак, простые два условия. Это регистрация на кэшбэк-сервисе Letyshops, который является сегодняшним нашим спонсором. И второе условие – это репост этой записи с нашей группы ВК. Вот и все. Но, друзья, регистрация на кэшбэке участвует только активный аккаунт. Это не просто регистрация, чтобы забрать приз. А вы должны пользоваться этим кэшбэком. То есть, если вы делали любую покупку, неважно когда, год назад, вчера или только сегодня, будете делать любая покупка в любом магазине на любую сумму. То есть, у вас должен быть активный аккаунт. Только активные аккаунты, которые делали покупки, будут участвовать в данном конкурсе. Все ссылки еще раз будут в описании под этим видео на кэшбэк, на конкурс. И приходите, смотрите, участвуйте. И всем удачи!